Супер, хорошо. Привет, Дени. Так, привет. Плюс видео, без видео. Мы можем и с видео. Луда, привет. Я тебе не узнаю. Не узнаю я по голосу. Мы тут в Тбилиси. В Грузии. Вы в Тбилиси? В Грузии? Офигеть. Клево. Да. Ждем тебя. Денис, ты приезжаешь к нам? Слушай, у меня есть одна мечта, он же пунктик побывать в Грузии. Это прям такая одна из таких розовых мечт. Я лелею ее в сердце. Поэтому ты льешь бальзам на кровоточечную франу. Приезжай. Денис, приезжай. И мы здесь как поедем тут кататься, ооо. Да. Ты же сейчас сам во Вьетнаме, да? Я сейчас во Вьетнаме. Ооо. Тепло. Мы здесь уже, у нас происходит это корпоративная зимовка. У нас четыре человека от компании Влада. Сам Влад приезжает 11 числа. Они приезжают вчетвером. И тут, короче, почти полкомпании. Но не полкомпании, но собирается куча народу от компании. мы здесь живем уже два месяца. О, вау. зимовка во Вьетнаме корпоративная это круто. Супер. Супер. Я так понимаю, что там, я догадываюсь, что там тепло. Блин, тут, слушай, сегодня похолодало, блин, одели майки. А реально, вот тут постоянно 30. То есть, вот я не знаю, я вот как снял майку, я вот только вот ее для, вот для сегодня одел, вот для встречи. Я так вообще, то есть, знаешь, это такое приятное ощущение, ешь фрукты из дерева, ходишь в трусах с утра до вечера, ничего не надо. Короче, вот прям только работаем, работаем, работаем и работаем. Шикарно. Шикарно. Все, кажется, мы знаем, куда ехать дальше. На следующую корпоративную зимовку я вас официально приглашаю, компания Сибири, он вас приглашает. Это будет либо Вьетнам, либо Бали, либо Куба. Вот, и, короче, мы все вместе живем, у нас, кстати говоря, продолжение домика, у нас идеи, Андрюхи, полностью реализуются здесь, только такой выездной домик зимний. То есть, мы нашли домик, сняли его, вместе живем, вместе готовим, вместе, ну, короче, кайф, вместе работаем. Шикарно. Шикарно. Едем? Едем, день. Так что, так что, вот, слушайте, у нас кто-нибудь знает, как с Zoom, я сам только начинаю, его люди не могут к нам присоединиться, что можно посоветовать? Люди, по идее, вопрос в том, почему люди не могут присоединиться, какие-то трудности у них возникают, потому как я с Zoom пользуюсь давно, у нас в нескольких командах мы на нем живем практически и для внешних, и для внутренних сотрудников. И он стабильно вообще без проблем работает. Слушай, но я к чему могу туда ответить? Там они говорят, называются какие-то ответы. Ты говоришь? Ну, ну, не секундочку. Спасибо. Так. Ну что ж, мы продолжаем ждать участников. Сейчас я организационные тут функции выполню. Спасибо. Спасибо. Ну, нет, это ссылка. Сейчас, секундочку. Может быть, ребятам должно быть удобнее просто так. Ну, да это мало. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что? У нас по ходу дела... А, Денис присоединился. Денис, как слышно? Денис, слышно ли нас? Слышно ли нас? Слышно ли нас? Слышно. Отлично. Ты с камеры, без камеры? Я с камерой, только сейчас что-то она у меня не подключена. Чего-то не подключена, хорошо. Так, сейчас включится. Вот, отлично. Категорически рад тебя видеть. Спасибо. Тоже, друзья, сегодня, наверное, все. Все, кто хотел прийти, сегодня пришли, у кого получилось. Поэтому нас, по-моему, трое. Это означает, что мы пойдем по своим правилам и можем немножко передоговориться. Значит, передоговориться оно выглядит следующим образом. Я напомню, что... А, нас не трое, нас четверо. Я... И у меня еще это пока по этим... По экранам. По восприятию по экранам. Вот. Ну что ж, друзья, тогда вы наверняка прочитали формат нашего сегодняшнего трека. Тогда мы сильно от него отдаваться не будем. И начинаем мы с того, чтобы познакомиться. Сегодня у нас есть друзья, которые... Мои друзья, которые еще друг друга не знают. Кто первый хочет представиться и рассказать о себе в течение двух минут. Могу я рассказать. Две минуты, правда, это очень много. У меня настолько нет. Не заготовлен текст. Меня Владимиром зовут. Я вот уже больше двух лет живу в Руде. Рад, когда ко мне сюда приезжают друзья. Знакомые и незнакомые. И буду рад видеть вас тут. На этом пока все. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Если я что-то не сказал, если я что-то забыл... Ну, в словах скажи про свою специализацию, чем ты занимаешься. Потому что мне кажется, что у Дениса может быть интерес, у вас может быть интерес друг к другу. Хорошо. Поэтому если вы расскажете, чуть-чуть расскажешь о себе, было бы здорово. Если с рабочей стороны по специализации, то я работаю в команде, которая помогает корпорациям, стартапам и разным организациям находить инновационные партнерства и понимать возможности для инноваций посредством цифровых технологий. И у нас большая область, наибольшая область нашей специализации, это цифровая медицина. И среди наших клиентов некоторые из крупнейших фармацевтических компаний, в которых мы находим возможности для партнерства и возможности для инноваций в области медицины, препаратов и так далее. И я занимаюсь тем, что обеспечиваю информационную часть, то есть вся информация, которая помогает нам обслеживать, давать нашим клиентам то, что им нужно. Я отвечаю за это. И также за автоматизацию процесса, мы максимально сейчас работаем над автоматизацией дейта, приобретения данных и обработки, преобразования в полезную информацию, полезные издания. Вот так, пожалуйста. Хорошо, Володь. Спасибо. Давайте я, наверное, продолжу. Меня зовут Настя. Я в Кушонне, я с угобой веками друг в Грузии. Чем я занимаюсь сейчас? Ничем. Я ушла с проекта в компании, в которой я работала. Я занималась разными отраслями и деятельностью, от каких-то закупок до, я не могу сказать, что мы текущим проект-менеджером, а все-таки ассистент проектного менеджера в разных состях и НКО, и тренерстве, стратегических сессиях. В общем, какая-то такая тренерская отрасль, обучение персонала. Вот. На текущий момент я от всего отошла и ощущение себя и того, что происходит в моей жизни. Супер. Хорошо. Спасибо. Денис. Коллеги, я сейчас нахожусь в городе Красноярске, здесь очень холодно. Я провел сегодня уже несколько встреч с своими коллегами. Я занимаюсь развитием организации, я так и расскажу. Как изнутри, так и как внешний консультант. И то, что мне сейчас очень интересно, это то, каким образом можно, скажем так, выделять такие вот ключевые факторы, которые определяют готовность организации, руководителей, людей, руководителей среднего звена к изменению. Как их можно, ну, как-то чувствовать, а еще лучше измерять. Особенно, если это происходит достаточно быстро и без особенных затрат. Вот. С Денисом Рудых вот мы определенное время взаимодействовали для того, чтобы измерять таланты людей. Это получается. У меня сейчас получается измерять таланты команд небольших. Вот. Ну и, соответственно, компании бывают разные. Мне интереснее всего работать, конечно, с небольшими командами, там 30 человек примерно, потому что там остается живой дух предпринимательства. Вот. Ну и приходится работать. Понятно, что эти компании платят больше с компаниями большими, в том числе, вот, там, типа Роснефти. Это вредные компании, очень заскорузлые, там процветают, как это сказать, двойные стандарты, в лицо тебе улыбаются, говорят, какой ты классный, замечательный. А после этого люди уходят и говорят, елки-палки, опять эти выдумки начальников, когда они прекратят морочить нам голову, потому что они говорят про то, что мы должны хорошо работать. Потом начальник приходит и говорит, я сейчас возьму молоток и буду бить тебя этим молотком по голове. Вот. То они говорят про поддержку инициативу с визу, потом говорят, нет, время, инициатива снизу не пришло, сейчас должен делать то, что я сказал. Ну вот, коротко так. Хорошо, спасибо. Я обычно не рассказываю себе про экономию времени. И следующая часть нашей встречи, это у нас появилось небольшое изменение. Мы сейчас пишем свои вопросы. Мы пишем свои вопросы. Мой вопрос я написал первым, поэтому я его первым и зачитаю. Это вопрос, связанный... Ага, технологии Тесак, что это такое, с чем их едят? Честно говоря, формат экспертная поддержка, обратная связь. Честно говоря, я его задумал для Сергея Дмитриева. К нам сейчас присоединился очень интересный человек. Не знаю, знаете вы его или не знаете. Это один из лидеров по внедрению гибких технологий Agile в России. Он сопровождал достаточно долго Альфа-банк и банк-точку, и работал с большими организациями. Он реально внедрял Agile. У него очень интересный опыт и интересная команда. Он прям работал с банками долго, и поэтому он присоединился к нам, и мы каждый трек его мучаем с Денисом. Денис вот прям конкретно на него вопросы написал, потому что нам очень интересен его опыт. Это реальный большой опыт. Сегодня Сергей не смог, он написал про это. Пардон, что не смог и отправил вопрос. Извини, Денис, что перебил. Да, ну поэтому, то есть смотрите, я свой вопрос написал, но я его готов отозвать, потому что, честно говоря, я прям хотел поговорить с Денисом, ну в смысле с Сергеем, и услышать его в первую очередь обратную связь. Поэтому можно сказать, у меня на сегодняшний день нет вопроса. Я отзываю свой вопрос. Следующий написанный вопрос, это вопрос Дениса Зернова, но это вопрос тоже Сергея Дмитриеву. Как добиваешься того, что люди, рядовые сотрудники и средний менеджмент поддерживают тебя, помимо того, что используешь скрам-форматы, план спринта, стендап, ретроспективы и прочее? И второй вопрос, в каждой ли компании есть минимум 5-10% людей, с кем можно начать внедрение аджайла? Это были вопросы, ну что, смотрите, мы переходим в режим устных вопросов, потому что письменные не срабатывали. И формат трека таков, формат трека таков, что без вопросов нам, ну короче, нужны вопросы. У кого какие есть вопросы? Денис? Дружище, у меня вопрос к тебе. Вопрос глупый, сходу задаю, но интересно. Скажи, пожалуйста, с тех пор, как мы начали обсуждать и мучить господина Дмитриева, что поменялось в твоем подходе к той компании, которую ты реформируешь? Я не буду ее называть в словах, потому что если ты считаешь нужным, ты сам это озвучишь. В общем, что поменялось? Смотри, что поменялось? В том смысле, что есть ли что-то, в чем ты уверился еще больше, в чем ты раньше сомневался? Есть ли вещи, от которых ты теперь решил отказаться в каких-то ситуациях? Есть ли какие-то вещи, которые ты решил делать, хотя раньше считал, что их не нужно делать? Вот мой такой вопрос. Окей, по формату давайте тогда, у нас один вопрос на встречу или будут вопросы еще? Это нужно для того, чтобы определить время. Я думаю, что на текущий момент у меня вопросов нету. Скорее, мне было интересно этот формат. Я помню, Дмит, когда ты проводил это в домике, на какие-то встречи. Сейчас, в большей степени, мне интересно посмотреть, как это что происходит, что у вас изменилось. Вот я узнала про Сергея. На текущий момент у меня пока что вопросов нет. Окей, хорошо. Ну, тогда я буду отвечать на вопрос. И еще раз в двух словах скажу перед тем, как отвечать на вопрос. Вот идея этого трека, она, ну вот еще раз, фокус на том, что все бессмысленно, если нет вопроса. То есть имеет смысл, если нет вопроса, то как бы все, ну я не знаю, бессмысленно. Поэтому трек строится на том, что каждый человек приходит с вопросом, мы делим трек на количество времени, количество людей, которые пришли с вопросом. И люди сам модерируют встречу. То есть если людям нужна обратная связь, они говорят, я сейчас расскажу, что у меня в голове, скажите, что вы думаете. Если у человека нету идеи, он говорит, что, допустим, у меня вот такая проблема, а что вы мне посоветуете. Если у человека просто вопрос к другому опыту, и он знает, что есть человек с этим опытом, он просто задает напрямую, смотри, вот у меня там такая ситуация, а что из твоего опыта ты мне посоветуешь. При этом он может включать как конкретного человека, так и включать общую беседу. То есть модерирует сам человек, который задал вопрос. Потому что он пришел с вопросом, и это пространство для того, чтобы мы перепылялись опытом. Это цель, собственно говоря, этих встреч, это перепыление опыта. Поэтому научить человека можно только тогда, когда он сам хочет чему-то научиться. Ну и, соответственно, поэтому здесь все сделано так, на этом треке, чтобы человек, который приходит с вопросом, максимально получил пользу для себя. И вторая цель – это найти такой коммуникационный формат, при котором мы за один час умеем перепылиться, реально перепылиться с наибольшим эффектом друг для друга. Это вот две цели. Еще раз я решил проговорить их вслух. А теперь возвращаюсь к вопросу Дениса. Смотри, ты знаешь, есть вещи, которые формируются очень-очень долго. То есть если ты какой-то вещью посвятил один год, то за один день ты ее не поменяешь. То есть если есть вещи, которые утрамбовываются, интегрируются внутри тебя достаточно долго, то нужно сопоставимое время, чтобы что-то поменялось. И, кстати, в этом смысле, когда ты приходишь в компанию и тебе говорят руководители, так, мы 20 лет тут страдаем херней, быстренько мне за месяц, сделай, пожалуйста, так, чтобы все заработало. Ну вот как бы если 20 лет страдали херней, то, блин, сопоставимое время нужно, чтобы что-то сделать, чтобы сделать какое-то существенное изменение. Вот, поэтому, отвечая на твой вопрос, мне очень интересна энергетика у Сергея. Я точно, она проявляется для меня в определенных нюансах его ответов, в определенных нюансах его подсказок, в тех акцентах, которые он делает на ответы. Для меня и в этом смысле я сейчас просто нахожусь в состоянии впитывания. То есть я продолжаю его впитывать. Ну, я впитываю его мышление, его энергетику, его опыт, прислушиваюсь. То есть как бы у меня сейчас такое, ну, я крупными глотками хочу понять, как он думает, вот именно как устроено его мышление. Вот, а из вещей, ну, и было несколько инсайтов, было несколько инсайтов. И, ну, допустим, один из интересных вещей, который я подумал, блин, здорово, надо забрать в Тесак. Она была такая, что они на документы и договоренности вешают время, до которого эта договоренность действует. То есть они делают договоренность, ограниченную во времени, не на договоренность между людьми, а на документы. И это здорово, потому что когда он говорил о том, что они договариваются о чем-то и начинают работать, и после этого какие-то договоренности перестают работать, то есть она автоматически отмирает. То есть есть четкий механизм выключения ненужных договоренностей. Вот, я в тот момент, когда он об этом рассказал, меня прям сильно так в голову, прям, ну, прям стрельнуло. И я подумал, вау, здорово. Несколько вещей, то есть я публиковал несколько вещей в канале, и то, как Сергей поправил меня, то, как Сергей, то изменение, которое он внес, оно было прям в самую, вот, знаешь, как бы в самую маковку. И я восхитился этим, потому что это был тот вопрос, который я подумал, ну, наверное, не надо добавлять, или надо добавлять, или, то есть, как бы, это был вопрос сомнения, он остался за кадром. А он именно его добавил, не добавив больше ничего. И в этот момент, когда он сделал так два раза, то есть я что-то печатаю, он бах, меня поправляет. Я такой, вау, классно. То есть он реально точечно прям бьет в самую суть, усиливая и улучшая ту идею, которую, ну, то есть, которую я там написал. Вот, это прям здорово. И на прошлом треке, третий инсайт, он меня опустил. Это было классно. Я тут весь такой в медалях вышел такой, сейчас я вам покажу новый коммуникационный формат, как это было клево, сейчас я вас всех научу. А он мне такой, смотри, вот это, а вот это-то у тебя и не получилось. И то, на чем он обратил внимание, действительно классное. Он сказал, ну, он сказал, что давай, мы, если хочешь, мы про это поговорим. Но я для себя понял, у меня была другая цель. Мне хотелось попробовать новый коммуникационный формат обучения. И для Володи и с Настей скажу, что это был формат, при котором текст, по которому я хотел согласоваться, я сделал его в Google Doc'е, и когда объяснял, дал доступ всем, и все могли писать комментарии прямо в тексте. То есть я рассказывал по тексту, но при этом у каждого была возможность задать вопросы, и я попросил задавать вопросы прямо комментариями в тексте. Прямо к тексту, то есть к конкретным частям текста. Мне показалось это интересным, попробовать такой формат обучения, где есть текст, и мы согласовываемся по этому тексту. Текст обозначал круг ответственности командной роли, как раз передавал суть этого понятия из технологии TESAC. И, в общем, по сути, меня мало кто понял. Вот я понял, что меня никто, ну, мало кто понял, и Сергей сказал, показал причины, почему это произошло. И это было очень здорово. Это было очень полезно. Поэтому и тогда я принял решение, собственно говоря, что мы сейчас, так сказать, у нас конфетно-букетный период, мы примюхиваемся друг к другу, вот, как бы никто ничего не форсирует, но Сергей сам нашел нас, нашел технологии TESAC, нашел Терен, сам на меня вышел, вписался со мной, познакомился, мы с ним долго разговаривали. Вот, это было очень приятно, и это было очень приятно. Поэтому вот такое знакомство продолжается, и, наверное, вот таким образом я отвечу на твой вопрос. Все ли я учел в твоем вопросе? Ну, ты общую конву рассказал про то, что ты стал что-то делать немножко по-другому. Насколько я понимаю, ты считаешь, что ты ничего не стал делать по-другому в том проекте, где ты работаешь. Даже никаких деталей изменений не произошло. Бывает, потому что меняется настроение, бывает, меняются еще какие-то вещи. Ну, Денис, я поясню тогда, может быть, чтобы яснее было. Вот люди собираются в одну компанию, неважно онлайн или оффлайн, они, те, кто заинтересован в общении, невольно начинают подстраиваться друг по другу. Вот. И это мой личный опыт. Когда я хочу впитать, как ты говоришь, настроение другого человека, подхода, я уже стал замечать, я говорю по-другому, я действую по-другому. И из меня прямо, ну, как бы, бывает, как это, проявляются такие вещи, которые я до этого не делал. Вот, собственно, у меня вот с этим вопрос и был связан. То есть я, когда, например, я очень люблю вести сессии в паре. Очень люблю. Ровно потому, что это дает возможность делать что-то самому, воспринимать человека, который прикрывает меня и меня царляет. И надо сказать, что в зависимости от того, с кем я веду, в зависимости от того, насколько сильная, конечно, спайка, результаты и результаты, и способы, они очень сильно отличаются. То есть в одних случаях мне люди там пишут, Денис, ты там самовлюбленный павлин. Такое могут написать. Или Денис, ты диктатор. Или Денис, ты прямо прогибался под второго ведущего и не выставлял никак своего мнения. Вот. То есть, ну, я крайние вещи говорю, но смысл состоит в том, что на меня вот эта новая волна очень часто очень сильно влияет. Прямо в рамках работы с клиентом и при этом надо сказать, что ну, слава богу, мероприятия не удавалось не запарывать. То есть, если видно, что я совсем уже, что называется, потерял свой стержень, да, ну, вовремя удается похватываться. Ну, я так понял, что ты что хотел сказать, уже сказал. Корректировок никаких не будет, да? Да, ну, то есть мы ведем проект уже 10 месяцев. То есть, понимаешь, что 10 месяцев маховик раскручивается, он раскручивается в одном и том же направлении. Я все время продолжаю делать одно и то же, одно и то же по технологии TESAC. Мы сейчас активно внедряем показатели в компании. Это очень сложно. Это, оказалось, идет прям мощнейшее сопротивление. То есть, выделить показатели процесса, и мы их уже выделили, смотреть на них и анализировать показатели, это такие ломки, ну, прям ломки-ломки. Вот, поэтому у меня идет свой процесс сейчас в компании, и здесь уже вопрос в том, чтобы его довести до конца. Ну, то есть, либо уже доводить его до конца. То есть, смысл начинать что-то новое и по-другому. Пока у меня в проекте с Владом ничего не меняется, в зависимости от того, как мы общаемся с Сергеем. Низ, ну, могу я тогда тебе задать вопрос прямо про то, что ты рассказал? Можешь рассказать прямо, ну, конкретные примеры, что вы решили мерить, как именно происходит и в чем состоит сопротивление? Ну, прямо вот, называется, вести с переднего края по поводу того, что вы внедряете показатели выполнения процессов. О каких процессах идет речь? Речь о чем можно сказать? Какого рода показатели вы решили измерять? Как вы их измеряете? Как люди этому сопротивляются? Вот четыре вопроса. Если можно. Если нет, я подниму руки и все. Ну, смотри, экранов классических пять. Есть пять кругов ответственности по технологии Тесак. Классические. Они присутствуют в любом деле. И мы как-то сидели в домике и пытались найти бизнес, в котором не существует их пять. И, в общем, не нашли. То есть, в той или иной степени, может быть, он там небольшой, но есть. То есть, в той или иной степени все пять кругов ответственности присутствуют. То есть, я напомню, что это круг, первый круг, это целостность всего. Второе – это маркетинг, продажи, производство и обеспечение. Эти четыре находятся внутри первого. И первый экран, с которого имеет, ну, самый главный экран, я считаю, что это экран финансового результата. Если мы не умеем считать деньги, мы не управляем процессом. Если мы не знаем, прибыльна ли наша компания, мы не управляем компанией. Поэтому много времени было потрачено на то, чтобы сделать экран финансового результата, который очень точно и ясно отвечает на три главных вопроса, которые есть у собственника. Первый вопрос, который я считаю самый главный для собственника, он очень тупой, но самый главный. А сколько я денег заработал всего с момента основания компании? Вот сколько заработал? Сколько всего? Вот оно все крутится, вращается там, 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 там. А вот сколько? Вот сколько всего? Это первый вопрос. Второй вопрос. Хорошо, я вижу эту цифру. Второй вопрос. А где эти деньги? Если их столько, то где они сейчас? Вот где сейчас эти деньги? Если их столько, то где они сейчас? И третий вопрос. Хорошо, я понял, сколько я заработал и знаю, где они. А как я их заработал? Как они? Вот я тратил их, я зарабатывал, получал деньги. А вот как сформировались эти деньги? Откуда они взялись и куда они ушли? Я же их тратил. И вот экран финансового результата очень четко и ясно отвечает на эти три вопроса. Соответственно, детализируя достаточной степени по статьям. И первое, что мы сделали, ну, то есть первая работа, которую мы делали, помимо основного борда, который вы уже видели и знаете, на котором запечатлены 12 основных договоренностей компании, то есть мы сделали вот этот экран финансового результата. И здесь стала очень интересная штука, что люди не хотят смотреть на финансовые показатели компании. То есть, нет, собственники хотят, но особо сильно не хотят вникать. То есть, по принципу, блин, оно там работает как-то, ну и хрен с ним, пускай работает. Сколько я там заработал? Я встречался с собственниками не в этом проекте, когда я говорю, ты сколько заработал? Ой, да не знаю, не знаю, не буду, не буду, не буду. Вот оно все там вращается, пукает как-то, вот пускай пукает. Вот, и на самом деле это очень интересный эффект, очень интересный эффект, когда, ну, люди не хотят анализировать показатели. Хотя это показатели, финансовые показатели деятельности. Тут возникает вопрос, конечно же, связанный, а правильнее ли эти показатели? И это очень хороший вопрос, это очень правильный вопрос. Потому что первое, что мы анализируем, когда мы смотрим на показатели, мы анализируем, а что они нам показывают, а что они означают. И это важная часть процесса осознания и понимания показателей. В общем, а вторая часть связана с тем, что линейные руководители не хотят видеть показатели, не хотят переходить на фикс плюс флекс, на вознаграждение фиксированного и переменного, не хотят, чтобы их зарплата привязывалась к переменным показателям. И, в общем, в общем, в общем, в общем, вот. Денис, я могу уточнить? Да. Ты сейчас говоришь про руководителей, которые не хотят, чтобы их вознаграждение привязывалось к финансовым показателям или к нефинансовым. Там есть количество сделок. Ну, я объясню вопрос, потому что можно получить быстрое улучшение финансовых показателей, но загубить нефинансовые. То есть можно выжить из компании все быстро, да, в плане финансов. Ну, например, не привлекать клиентов, не проводить маркетинговые мероприятия. Ты вот сейчас, когда говоришь, что руководители, даже не собственники, не хотят на это ориентироваться, ты говоришь про финансовые, про нефинансовые или про оба типа показателей? Я здесь в большей степени… Ну, я говорил и про финансовые, и про нефинансовые. С моей точки зрения, все нефинансовые в конечном итоге должны быть завязаны на финансовые. Ну, конечно, конечно. Потому что, ну, размер прибыли, чистой прибыли в компании по месяцу или по году, может быть, там из-за сезонности, является… Это не цель, это показатель того, как, насколько продуктивно и эффективно процессы в компании. Это все очень просто. Кстати, у Голдротта есть офигенная тема, связанная вот как раз с финансовыми показателями. И он как раз говорит о том, что важны три финансовые показателя. Скорость генерации дохода, скорость генерации расхода, как разница между ними, и сумма замороженного капитала. И он четко говорит, что цель компании – это зарабатывать деньги. Он, вот, я думаю, что в его время не было таких… Лалу еще не написал свою книгу, никто не знал про Бирюзовых. Вот, поэтому он не мог сказать, что цель компании другая, поэтому он был вынужден говорить, что цель компании – зарабатывать деньги. Но это была, я думаю, с его стороны хитрость для того, чтобы действительно провести действительно те полезные вещи, о которых он говорил. Ну, и немножко отклонюсь, потому что он первый и единственный на планете Земля, очень четко и ясно сказал, что целое важнее локального максимума части этого целого. Это одна из важнейших выводов и мыслей Голдротта, за которые только за эту мысль можно отдать ему Нобелевскую премию. Вот только за это. Вот, поэтому, возвращаясь к показателям, то есть, видишь, я говорил про и те, и другие, но все это завязаны на финансовые. И когда мы говорим про показатели, здесь очень важно, очень важно, что показатели указывают на процессы, на процессы, которые идут в компании. И процессов основных, пять, опять же, это сбор целостности, видогенерация, продажи, производство и обеспечение. И все они в совокупности. И когда мы смотрим на показатели, мы обязательно должны понимать, что каждый процесс не регламентируется одним показателем. Один показатель показывает на много процессов. И один процесс на один процесс указывают много показателей. То есть, понимать и осознавать эту взаимосвязь чрезвычайно важно, когда мы работаем с показателями. Мало того, мы сделали финансовую памятку, мы сделали памятку работы с финансовыми показателями, вообще с показателями, состоящей из шести пунктов. И она очень важна. И вот из этой памятки я тебе еще один пункт приведу, важный, с показателями, при работе с показателями. Очень важно осознавать процесс создания этого показателя. Можно я уточню? У меня мысль идет в одном направлении. Когда ты говоришь про лидогенерацию, и то, что лидогенерация, естественно, не может быть описанным показателем, а их пять или шесть. Что ты конкретно имеешь в виду? Можем их назвать, если это не секрет? Да, конечно. По лидогенерации это как раз наиболее простой вариант, потому что это знание, оно достаточно упакованным на сегодняшний день. И бизнес-молодость не люблю, но при этом они очень технологичные. И вот как раз все, что связано с лидогенерацией, я считаю, они в базовом варианте отлично дают, и технологии их прекрасны. В этом смысле я говорю первое, это просто количество лидов. Количество лидов. Второе, это качество лидов. Третье, это стоимость лидов. То есть процесс лидогенерации, он определяется, сколько мы получаем лидов от процесса лидогенерации. Качество лидов меряется. Лиды являются холодными, горячими или теплыми. Холодный лид, это он не знает, когда ему это будет нужно. Теплый лид, он знает, когда ему это нужно. Горячий лид, ему нужно сейчас. Уже нужно. Уже нужно. То есть уже нужно. Соответственно, результатом лидогенерации являются три главных показателя. Количество лидов, качество лидов и стоимость лидов. Потому что мы, если мы не измеряем, сколько денег мы потратили на каналы лидогенерации, и они разные каналы, если мы не считаем и не смотрим, то в большей степени мы свои деньги выпуливаем зря. Но это про каналы, это про каналы. Это результат. То есть результатом круга ответственности лидогенерации является лид, а показатели, ну, я назвал. Слушай, ты разбудил мое любопытство тогда про продажи, которые непосредственно работают про лидогенерации. Какие здесь ты пять показателей или шесть определяешь? Здесь их тоже, на самом деле, есть знание, это знание, оно тоже, его много в интернете, им много говорят. Наиболее, вот то, что я встречал, хорошо об этом говорят Андрей Парабелум и еще один парень, они всегда в паре выступают. Я понимаю, тощий парень, такой физик. Да, тощий такой парень, да. У них есть классные вот такие вот видео, они называют его мини-эмбла или что-то наподобие. Оно плюс-минус, если их послушать, много про это говорят, и бизнес-молодец тоже про это говорит. Здесь я прям совсем на памяти сейчас не скажу, но смысл следующий. То есть, когда мы берем, мы берем, когда мы берем лиды, мы берем лиды и нам важна первый показатель, это конверсия лидов. Конверсия лидов в сделке. Второй показатель, это частота возвращения человека. Третий показатель, это цена, собственно говоря. Цена и, то есть, когда мы берем, ну, а лиды мы получаем путем умножения трафика, умножить на конверсию трафика. То есть, мы тратим какие-то деньги и получаем лиды. Дальше мы лиды конвертируем в сделки. У сделок есть стоимость чека, средняя стоимость чека. То есть, мы количество сделок умножаем на среднюю стоимость чека по сделке и умножаем на чистоту, то есть, на повторные продажи. В этом смысле, когда мы хотим увеличить, когда мы хотим увеличить объем продаж в два раза, очень интересно, что повышение каждого показателя на 10% дает увеличение в 1,7 раза. На 10 всего лишь каждый из них. То есть, если мы на 10% каждый показатель, то есть, количество сделок, средний чек на 10%, возвращаемость на 10% и количество сделок на 10% увеличиваем, то, по-моему, там в 1,7 раза. То есть, при этом, при этом, конечно же, когда мы говорим про продажи, у нас есть конверсия. Это общая конверсия из лиды в сделки, но у нас есть еще промежуточные конверсии. Промежуточные конверсии. Вот как раз я являюсь специалистом по АМАЦРМ. Это как раз программа для управления продажами. И вот она создана как раз для того, чтобы весь процесс от лида до сделки поделить на этапы и посмотреть, с какой конверсией наш клиент переходит в каждый этап, в каждый последующий этап. То есть, на каждом этапе они пиу-пиу-пиу отваливаются. Отваливаются по каким-то причинам. Это нормально. Но осознавать причину и считать конверсию перехода по воронке с этапа на этап чрезвычайно важно, чтобы четко понимать, что ли мы делаем. Потому что, если у нас с одного этапа вдруг проваливается достаточно серьезно, значит, мы завалили этот этап. Ну и там дальше есть свои нюансы в том, как правильно поделить процесс управления, как правильно поделить процесс управления сделкой, как правильно поделить процесс на этапы. Что должно быть триггером перехода с одного этапа на другой? Это также чрезвычайно важно. Ну, в общем, вот процесс, вот показатели. Ну что же, здорово. У нас осталось еще, по-моему, минут 15, да? Угу. Вовлеки уже наших гостей, а то они пришли к нам сегодня, посидят, посидят и уйдут. Задай им. Я в краем глаза смотрю на наших гостей Анастасию Владимира и я отметил такую вещь, что если Владимир вначале сидел вот так, то теперь он уже не подпирает подбородок кулаком. Мне интересно, Владимир, а что это значит? На самом деле я продолжил подпирать подбородок просто по-другому, иным, видимо, менее заметным способом, но и подпирание одним способом или другим означает только то, что мне вот так удобно сидеть и смотреть, и смотреть, внимательно, и слушать, понимать то, что я слышу. Очень интересные вещи, очень интересные, я должен сказать. Я приду ищу. Владимир, мы будем рады. Владимир, можно еще вопрос? Я просто не совсем понял, вы раньше с Денисом общались, если общались, то по какому поводу? Я просто в момент представления меня тут отвлекали. В каком совместном проекте вы работали? В совместном проекте мы скорее не работали, работать не работали, но в проекте копия дом, домики, домик в Москве, вот если что-то это говорит, то там мы пересекались, скажем так. Я назову это совместной работой. Это совместный круг общения скорее всего, да? Да, это круг общения. Но вот этот наш проект домик, дом e-commerce, дом коммерс, дом копия, копия, копия. Да, я назову. Вот, это очень интересный проект, он сейчас условно на паузе, но или может быть уже развивается, я может быть это очень интересный проект, суть его идеи очень простая. В одном доме начинают жить люди с интересными проектами, я говорю так, как я его понимаю этот проект, с интересными проектами, целью и смыслом проектов, которых является сделать этот мир лучше, чище, прозрачнее, добрее. и они живут в одном доме и перепыляются друг с другом, помогая друг другу делать свои проекты. Денис, у меня к тебе еще есть вопрос, исходя из того, что ты только что рассказывал. Вот, это касается уточнения про показатели маркетинга, да? Вот, смотри, для того, чтобы в воронку поступало больше лидов и холодных, и теплых, и горячих, очень важно то, что называли, то, что могут называть там уникальные торговые предложения или там предложения мафии, как это называют, голдратовцы, то, чему посвящена книжка голдрата 2 цель «Дело не везение». Вот, то есть речь зависит не только от того, как вы перерабатываете, а зависит еще от того, насколько ваш продукт способен решать какую-то проблему клиента, и второе, насколько четко вы умеете доносить вот очень коротко, не знаю, эмоционально, убедительно, то, что вы умеете делать лучше всех. И вот среди тех показателей маркетинга, которые ты говорил, нет ни качества УТП, нет ни количества там того, как быстро вы отслеживаете, ну, не знаю, скорость генерации УТП, и как быстро вы их проверяете. Нет такого показателя, как ширина ассортимента, который тоже очень влияет на доход и на средний чек. Вот в этом смысле насколько полна та система показателей, которую ты озвучил? А ты потому, что не спросил про первый круг его показателей? Ну, теперь спрашиваю. И все, что ты перечислил, как раз к нему и относится. Потому что, вот работая с маркетингом, маркетинг начинается, мы всегда думаем, что маркетинг это, ну, или дегенерация, то есть вот я четко разделяю, что на вход процессу и кругу ответственности полиэндегенерации должен прийти результат как раз первого круга, тот, который все объемлет. И результат первого круга или экран первого круга, экран первого круга это как раз бизнес-модель в самом широком смысле его слова. Это очень четкая и ясная это бизнес-модель компаний, в которой, ну, если брать полноценную бизнес-модель, то это 9 блоков по Астервальдеру Пенье, если брать в уменьшении, то это вопрос, что мы производим, кому мы производим, кто наша целевая аудитория и каким образом мы это то, что мы производим, ту ценность, которую мы создаем, мы доставляем до нашей аудитории. Как мы доставляем до нее и как мы планируем оповестить ее о том, что у нас есть вкусняшка для них. И вот формирование бизнес-модели, бизнес-модель компании является гипотезой, потому что это гипотеза о том, что вот эта ценность нужна вот этой целевой аудитории. И все, что ты перечислил, является как раз показателями или частями вот этого экрана бизнес-модели. Он может быть маленьким, он может быть расширенным, но суть его с том, чтобы четко определить, он должен отвечать на три вопроса и кучу под вопрос. Что мы производим, какую ценность мы производим, для кого мы производим, кто наша целевая аудитория, и как мы эту ценность доставляем до нашей целевой аудитории. Вот, поэтому, и еще раз повторю, это гипотеза, потому что все наши дальнейшие действия по лидогенерации, когда мы уже начинаем конкретные каналы включать, потому как мы достучимся до нашей целевой аудитории, которую мы определили в бизнес-модели. Если мы понимаем своими действиями, то есть дальше у нас начинается так называемый, если говорить терминологией фри, начинается хади, гипотеза, действия, данные и анализ, если говорить языком тесака или терем, начинается гтда, гипотеза, тест, данные, анализ. То есть дальше мы, все, что мы делаем в дальнейшем, это проверка гипотезы нашей бизнес-модели, которая либо подтверждает, эта целевая аудитория действительно начинает откликаться, количество лидов растет, и это еще не конечный показатель, потому что лиды могут быть расти, но продаж может быть нет, дальше мы смотрим, а как происходят продажи, и дальше у нас могут даже быть продажи, казалось бы, хорошо, но вопрос в том, а появляются ли у нас повторные продажи, и вот если у нас мы сформированы бизнес-модель, как гипотеза предприятия, проверенная на лидогенерации, проверенная продажами и повторными продажами подтвердилась, только тогда мы можем говорить, что окей, наша бизнес-модель в его первоначальной гипотезе была хороша, но дальше все не останавливается, конечно же, мы вменяется настолько быстро, потребности меняются настолько быстро, той же самой целевой аудитории, сегодня мы хотим так, а завтра пухня, мы хотим по-другому, поэтому, собственно говоря, вот этот вот, сейчас это уже вызов для тех компаний, то есть компании обязаны, я считаю, уже обязаны, если хотят выжить, встроить процессы изменения в свои процессы, то есть в самих процессах, каждодневных процессах должны быть встроены процессы каждодневного изменения на основе этих данных, которые мы получаем через показатели. Дружище, тогда можно тебе еще вопрос, что касается конкретно компаний, с которой ты сейчас работаешь, с чем там легче идет, и, соответственно, что труднее? Вот вы уверены в своей бизнес-модели, вы уверены в своей целевой аудитории, вы уверены в том офере или там предложении мафии, которое вы сделали больше, или вы уверены в своих вот уже процессах, которые включают целое, это лидогенерация, продажи, производство и поддерживающие деньги, с чем там больше засады и где больше успеха? Ты как-то задавал этот вопрос, сейчас ситуация на IT-рынке такая интересная, что предложений больше, чем люди, чем компании, IT-шные компании могут переварить. В этом смысле в компании стоит очередь из клиентов, у компании есть возможность выбирать. если они могут переварить, переварить, то можно брать следующего, узким звеном сейчас не лидогенерация, не продажи, а производство. Производство, которое на сегодняшний день, на сегодняшний день, пока мы не можем выдать продукты того качества, который мы хотим выдавать. И все наши сейчасные заскоки и затоки и заблоки стоят вот в этом кругу ответственности. Это круг ответственности производства, то есть круг производства, круг процессов производства и обеспечения. Обеспечение, потому что обеспечение это косвенные расходы. Это те расходы, которые не относятся, не являются прямыми, те расходы, которые являются постоянными вне зависимости от того, есть ли у нас проекты. И сейчас компания молодая, быстро растущая, амбициозная, смелая и храбрая по принципу «А-а-а! Понеслись на поезд, а там мы его потом затопчем!» Слагом на поезд обязательно. В общем, не всегда проканывает такой подход. Ухар на молодецкий. И вот мы сейчас как раз, я думаю, получаем тот самый опыт, опыт, когда, видишь, когда встречаются умные люди, зрелые умные люди, и один человек может удержать целостность всего происходящего, что и было до моего прихода, то, собственно говоря, все работает. Один умный человек, зрелый, с другими умными зрелыми людьми, один держит целостность всего, и другим говорит, ребята, надо делать вот так, вот так, вот так, вот так. они тоже умные и зрелые, они ему доверяют, и они делают то, что он говорит. И все, работает, то есть успех появляется. Проблема начинается в тот момент, когда один человек не может удержать в голове целостность всего того, что происходит. И нужно реально начинать делегировать принятие решений, делегировать принятие решений. А вот это непросто. непросто. Это непросто. Это очень сильно непросто. То есть как передать ответственность так, чтобы тот, кто принимал решение там, принял решение правильно. Это и технологически непросто, и по-человечески непросто, и с точки зрения мышления непросто. Поэтому наш глубоко уважаемый друг, которого мы все любим, Влад сейчас активно получает опыт жизни управления компанией, управления своей большой растущей компанией. И у нас происходят вот такие процессы. Понял тебя, дружище. Ну, последние пять минут я бы, конечно, задал бы тебе вопрос, а что именно, как Влад отбрыкивается, и почему, несмотря на то, что так все очевидно, и компания растет, и нужно делегировать, и так много про это написано, что же ему мешает-то? это очень Я не мог понять, я не мог начинать что-либо делать, потому что у меня не было информации, а информацию мне может дать только Влад, а Влад всегда занят. Понимаешь? И это реально замкнутый, порочный круг. Вопрос не в том, что Влад что-то не понимает, он понимает, но он просто так, как процессы пока в той или иной степени замкнуты на него, блин, вот он работает по 14 часов в сутки, по 18 часов в сутки, не спит, ходит вот такой, но продолжает быть блокером всех процессов, многих процессов компании. И ситуация еще усугубилась тем, она усугубилась еще тем, что в компании не было опыта, найма и проверки людей достаточно высокого уровня ответственности. У нас был, мы взяли руководителя проекта, передали ему проект, и человек этот проект завалил. И хороший человек, профессионал, но почему завалил? Потому что это стало результатом совокупных вещей. У Влада не хватило опыта у нас к тому времени, не хватило опыта и понимания простроить контрольные точки контроля управления проектом, чтобы увидеть еще до того, как наступила жопа, чтобы увидеть, что она уже наступает. А у человека не хватило сил и опыта продавить в компании ситуацию, сказать, он говорит, что все как-то не очень хорошо. Но у него не хватило сказать, стоят! Всем стоять! У нас жопа! И не двигаться, пока она не решится. Ты про Влада сейчас говоришь или про человека на проекте? Про человека, который управлял проектом. Ага, понятно. В результате мы приобрели очень хороший опыт относительно того, как нанимать людей и как передавать им ответственность. Мы научились, я думаю, на этом опыте, или учимся, продолжаем учиться, выставлять контрольные точки по процессам, по процессу. Отстраивать процесс производства, а он очень непростой. В айтишной компании процесс производства очень непростой. Потому что если на реальном производстве ты хватаешь деталь, можешь ее измерить и подержать в руках, понимаешь? Она физический мир. То в айтишном мире полузаготовки – это определенные смысла формы. То есть, это смысл оформы, которые должны быть определенного качества, определенно передаваться. И если два человека проконтактировали друг с другом, но друг друга не поняли, они могут даже и не понять, что они друг друга не поняли. Это станет понятно только после того, как в нашем продукте вдруг появляется ненужное, лишнее количество баков. Или заказчик говорит – опа, а что это оно? Я вообще не этого хотел. А что это оно такое? Стойте, стойте, я вам другое хотел. Понимаешь? И вот тут начинается а-а-а-а и так далее. То есть, в этом смысле, айтишное производство – это, конечно, охрененно интересно. Это квитэсценция, я считаю, способности договариваться, понимать, работать с мыслеформами, смыслоформами. И, ну, короче, кайфово. Ну что ж, друзья, а на этом мы сегодняшний трек завершаем. Я благодарен вам и у нас, согласно правилам нашего трека, скажите, пожалуйста, что было для вас сегодня ценным и что бы вы предложили изменить в следующий раз? Кто хочет начать? Могу я. Давай. Спасибо, очень крутые знания. До этого у меня был опыт в компании, с которой я ушла. Там супер все непростроено, супер все непонятно. И вот то, что ты сейчас говоришь, полезные знания в некоторой части мне объясняют, почему так происходило. И про то, что какие-то моменты у вас происходят. Мне хочется в это погрузиться больше. Может быть, это будет сочетаться с тем опытом, который у меня. В том плане, что, мне кажется, то, как видят руководители процессы, и, ну, где-то высоко, и не видят то, что происходит внизу. И на самом деле, ну, то, что человек делает каждый день. Вот, и мне кажется, что стоит обращать на это внимание, что человек, который делает эту деятельность каждый день, он говорит какие-то изменения, что стоит делать, а некоторые руководители просто этого не видят. И, например, что было у меня про финансовую часть, мне, на самом деле, было интересно, но мне не давали эти знания. Ну, то есть, я сама садилась и смотрела, какая прибыль у компании, куда уходят средства, вообще, каким образом происходят процессы. Ну, какие-то траты я считала ненормальными, просто потому что, ну, их можно по-другому сделать. И это такая грань, что что-то можно открывать, а что-то нельзя, с одной стороны и с другой. И еще про контроль. Это тоже интересная тема, потому что меня контролировали везде, и компания, то есть директора компании контролят все. Это супер, не очень. Я понимаю, почему контролят. И, ну, интересно, как вы двигаетесь по этим вот точкам контроля. Вот, интересно вообще у меня. Спасибо. Хорошо, спасибо. Я скажу, что мне нравится и формат, и содержание, интересно. Я буду подписчиком вашего канала, и я бы предложил, на самом деле, завести канал и сделать, возможно, то есть буквально делать это как, как же, стим, стимы, вот таких бесед на YouTube или где-то. Я думаю, что это будет, ну, какому-то, пусть небольшому, числу людей, но полезно и интересно. И вернуться, и посмотреть, и послушать. Спасибо, Владимир, мы записываем сейчас эту встречу. Я сразу, не возражаете ли вы, если мы выложим ее в канал, ее посмотрят другие люди? Я всегда рад. Не возражаю. Я не говорил сегодня ничего, чтобы подставила, порочила мою любимую, единственную компанию Siberian и глубоко уважаемого мною Влада. Вот, я думаю, что он был бы не против, если люди услышали такую информацию о нем, потому что я думаю, что это хорошо учиться, учиться друг у друга. Денис? Дружище, я доволен нашим диалогом. У меня нет предложений. Единственное, кроме того, что, знаешь, простое предложение, когда ты говоришь временами или у тебя трясется изображение, ну, может быть, потому что у тебя опора у столика не очень хорошая. Ну, чисто вот это вот, это мелочь. Ну, если это будет, да, если этой трясучки не будет, то, мне кажется, видео просто будет легче смотреть. Хорошо, учту. Я в следующий раз учту. Ну, что ж, друзья, спасибо. Я прям, не знаю, особенно тепло благодарен Насте и Володе. Прям какой-то большой период жизни был прожит вместе и еще живется дальше. Это прям подарок, то, что вы присоединились, и я вас увидел, и мы поболтали, и, короче говоря, классно. И у нас возникло две хорошие, интересные идеи. Первая – приехать в Грузию. Володя. А куда именно в Грузию, кстати? Куда можно приехать к ребятам в Грузию? Володя живет в Грузии и зовет гостя. Прямо зову, да. Приехать можно в Тбилиси, но вообще в Грузию можно приехать куда угодно, а я тут найду вас. Сразу же, сразу же приезде. А вторая идея, предложение. Я напомню, что я сейчас нахожусь на корпоративной зимовке компании «Сибириан». Сотрудники компании, те, кто хотят, выезжают и зимуют в жарких странах. Мы во Вьетнаме сейчас уже два месяца. Еще месяц будем здесь. Скоро приедет Влад. И тут начнется, вау, такая работа еще начнется. Мы сутками будем работать. Так кайфово. Я жду, когда он приедет. Будет домик, короче, такой полноценный. Вот. А, соответственно, на следующий год, но я уже на этот как-то не это, а вот на следующий год давайте соединяться, встречаться. Потому что вот, когда вот мы вот в жалких странах здесь живем, очень, когда ты варишься, когда мы общаемся все время, постоянно, спонтанно, на то, что возникает, перепыляемся, работаем, помогаем друг другу. Прям реально. Это круто. Это прям круто. Идея домика, она прям очень крутая. Очень крутая. Ну что ж, друзья. Спасибо большое за сегодняшний трек. И мы прощаемся ровно на неделю. Всем пока. Спасибо. Пока-пока.